Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, однажды мне довелось услышать, зачем вы употребляете непопулярные слова, несовременные. Вы же образованный, продвинутый человек. Итак, одно из таких слов, в котором меня упрекали, это «добродетель». Слово «добродетель» сегодня действительно непопулярно. И дело не только в том, что оно выглядит старомодно, почти как ланиты или лепота. Да, так же, кстати, как и слово «грех», у этой старомодности должны быть исходные причины, не имеющие прямого отношения к лингвистике. И вы знаете, дело, наверное, в том, что, во-первых, современный человек считает себя самостоятельной личностью и поэтому не любит, когда ему читают мораль или проповедь. В этом он видит покушение на свою индивидуальность и зрелость. Очень вероятно, что упоминание о «добродетеле» в разговоре, статье или телепередаче будет сочтено признаком того, что его, слушателя или читателя, считают за ребенка или хотят чему-нибудь поучить. Действительно, поза проповедника-моралиста, поучающего других, духовно опасна прежде всего для него же самого, потому что грозит автору суждений прелестью. А прелесть на языке духовной жизни означает преувеличение мнения о самом себе и гордыню. Но это вовсе не означает, будто из современного, как теперь говорят, дискуса вообще должна уйти тема добродетели или греха, развлечения добра и зла. И потом, наверное, одно дело, когда чтением морали занимается какой-нибудь самоверенный человек, и совсем другое, когда о необходимости следования евангельским заповедям, а это и есть христианские добродетели, говорит священник, говорит на проповеди или, как сейчас, используя интернет, но опираясь на священное писание, учение церкви и свой пастырский опыт. А вторая причина нынешнего легкомысленного отношения к слову «добродетель» в том, что мы живем в очень расслабленное время и сами очень расслабленны. Нам, например, ничего не грозит за то, что мы называем себя христианами. Нет никаких гонений за веру. Мы можем спокойно работать и делать карьеру. У нас, по большому счету, очень удобная жизнь. Никто не голодает. У нас теплое жилье, бытовой комфорт и отпуск каждый год. Никогда еще в мировой истории, на европейском континенте, в масте своей люди не жили так благополучно, как живем и мы, жители Беларуси, пытающиеся прилепиться к так называемому «золотому миллиарду». Такая комфортная среда делает нас неготовыми к серьезным испытаниям и усилиям. Соответственно, ослабевает и тяга к тому, что в христианстве зовется добродетелями, к смирению, воздержанности, кротости, самопожертвованию и многим другим. Ведь евангельская норма совсем другая, отличная от человеческой морали. Она ищет не выгоды, а самоутеснения, не удовольствия, а страдания ради Христа. Апостол Павел в своем втором послании к Тимофею во второй главе в третьем стихе так и призывал «Страдай со мной, как добрый воин Христов». А в «Деяниях апостолов» мы читаем, что когда апостолы были схвачены и избиты за проповедь Христа, то, вырвавшись на свободу, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. Это «Деяния апостольские, пятая глава», 41 стих. И вот то, что жизненный комфорт и собственная расхлябанность не способствуют добродетельному, то есть евангельскому образу жизни, подсказывает древнегреческий язык. В нем слово, обозначающее «добродетель», «арите» означало одновременно мужество, храбрость, стойкость. Также и в латинском языке «виртус», «от вир», «муж», «муж», «мужчина» значило одновременно и добродетель, и мужество. И, по всей видимости, не случайность этой лексической связки выражается, например, в том, что христиан в церкви призывают быть верными воинами Бога Христа. По всей видимости, имеется в виду, что следованию Христу и евангельским добродетелям необходимо проявлять настоящую воинскую стойкость. При этом, как говорят в церкви, это ни в коем случае не должна быть война с людьми, но с бесами, с собственными страстями и грехами. Также, например, не случайно в слове «пост» сочетание двух смыслов – «поста религиозного» и «поста воинского», когда солдат стоит на страже. Так и человек должен стоять на страже своего внутреннего духовного дома и не впускать туда никакое зло. Посмотрите, даже перелетные птицы два раза в год меняют среду обитания, подвергая себя при этом смертельному риску. Тем более человек, решивший быть христианином, должен помнить, что на пути к жизни будущего века и от него требуется предельное усилие, как мы слышим у евангелиста Матфея в 11 главе 13 стих. «Царство небесное силою берется и употребляющее усилие овладевает им». А начинать можно с малого. Ну, скажем, не напиться, когда хочется выпить, не пуститься в ссору, а хотя бы смолчать, не начинать качать свои права, когда они, образно говоря, и выеденного яйца не стоят. Это уже будет путь и в небольшое, но проявление мужества, или, как мы употребляем, несовременное слово – добродетели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok